Продолжение следует... Мы понимаем, что происходит захват власти, понимаем, что власть захватывает в наглую. ЦИК в наглую констатирует явку более 50% избирателей. Наблюдатели повсеместно блокируют, обманывают, устрашают и даже арестовывают. У нас идут аресты журналистов. Наблюдатели БСЕ препятствуют участию на площадях и протестах. Вы видите, какое ожесточенное сопротивление оказывают граждане Казахстана сейчас на этих площадях. Вы видите, какое ожесточенное сопротивление идет в Астане, в Алматы. Вы видели, какое огромное количество полицейских нагнали для того, чтобы разогнать мирные протесты. Вы видели, что везде повсеместно применяют силы. Такие вещи происходят, потому что все-таки недостаточное количество людей осознают и понимают и принимают выборы, что необходимо быть на площадях, быть рядом со своим народом, потому что идет наглый преступный захват власти. И этот преступный захват власти проходит под аплодисменты тех самых людей, которые звали обеспечить вас на избирательном участке явку. Тот самый Казанов уже всем сообщил, что он не видит нарушения, что он не имеет никаких претензий к избирательному процессу. У него все в порядке. Он, как тот козел-провокатор, согнал людей на избирательные участки и сейчас он сообщает, что у него нет претензий. Нас в очередной раз, естественно, благодаря такому кандидату, как Казанов и прочим технологиям, которые используют КНБ из года в год, естественно, обманули. Естественно, это должно было произойти, потому что в большинстве своем наш народ готов быть порядочным и честным по отношению к этим властям. В то время как власти, несмотря на то, что люди вышли на мирные протесты, заявляли о том, что будут стоять мирно, тщательно готовились и говорили о том, что будут стоять мирно, вышли с мирными требованиями, конституционными требованиями, все равно наших людей разогнали, все равно нашим людям наносят увечья, все равно в ход идут дубинки и огромное количество полицейских выставлено против народа. Что сейчас происходит? Все пункты полиции, РОВД забиты арестованными, задержанными. Людей забирают в автозаках, возят их по городу, потому что некуда доставлять людей и потом отпускают из автобуса, даже не довезя до пункта полиции. С полицейских участков тоже людей освобождают. Наши люди нам сообщают, что они возвращаются обратно на площадь. Я призываю всех, Алматы, Астана, люди еще стоят на площадях, нужна ваша поддержка. В Астане держатся из последних сил женщины. Посмотрите, какие эфиры ведет Майгуль Садыкова, посмотрите, что творится там. Там ждут женщины, они надеются, что этот протест не погаснет. Туда нужно стягивать силы. Волна за волной, люди откатываются, их оттесняют, но они остаются на площадях. Сейчас сообщают, что с Алматы люди ушли. Это неправда. У нас есть информация, что в Алматы в районе площади около 500 человек в районе памятника стоят. Им нужна поддержка, там глушат связь. Нужно объединяться, нужно выходить. Есть информация, которую транслировала не так давно Майгуль Садыкова, что в Астане погиб человек. Погиб, потому что людей и человека били, нанесли ему такие удары, что он скончался на месте. На глазах миссии ОБСЕ, представителей миссии ОБСЕ, на глазах представителей СМИ. Если эта информация подтвердится, мы вынуждены будем констатировать, что в стране есть первые жертвы. Эти жертвы, потому что идет захват власти. Потому что к этому захвату власти вы опять не готовы. Опять наш народ Казахстана готов сложить свои руки и отдать власть снова к клану Назарбаеву. И мы все понимаем, что после этого захвата будет только ужесточение, только ужесточение режима и только нищета. Вы посмотрите, что творится в этих обменных пунктах. В обменных пунктах нет вывесок, какой сегодня курс валюты. Валюту заморозили уже завтра, в стране будет девальвация. Все эти вещи происходят, потому что мы готовы мириться. Все эти вещи происходят, потому что мы все готовы соглашаться, потому что мы боимся. Потому что сейчас нашим братьям и сестрам мы не бежим на помощь, мы не идем на поддержку. Какая-то часть людей ожесточенно сопротивляется захвату власти. Какая-то часть людей ждет нашей поддержки. Но мы боимся. А нас много, нас в разы больше. Посмотрите, как боится власть. Выставили нацгвардию, выставили кадетов из Жасулана. Посмотрите, насколько они напуганы. Дети, подростки стоят на Панфилова. Посмотрите, что творится с этим режимом. Какое огромное количество полицейских выставлено сейчас. И мы боимся. Мы боимся, когда нас миллионы. Надо выходить. Друзья казахстанцы, я вас заклинаю. Выходите. Поддержите наш народ. Там из последних сил борются и сопротивляются этому произволу люди. Они требуют остановить эти выборы. Признать их нелегитимными. Власть сделала все для того, чтобы эти выборы признали нелегитимными. Вы посмотрите, сколько нарушений. Вы посмотрите, сколько лжи. Это все транслируется каждую минуту в социальных сетях. И нигде, ни в каких судах это невозможно будет опротестовать. Это может оспорить только народ. Это может оспорить только народ, который будет требовать признания этих выборов нелегитимными. Оспорить это можно только на площадях. Я обращаюсь к Асанову, который увел людей, увел электорат на избирательные участки. Прекрасно понимая, что будет обман. Прекрасно зная, что всех обманут. Зная прекрасно, что он никогда не станет президентом. Он до сих пор твердит о втором туре. Это подло и низко. Понимая, что сейчас наших людей сбивают на площадях. Он красуется на избирательных участках и заявляет, что нет претензий к этому выборному процессу. Как это нет претензий, если везде зафиксированы уже нарушения? Как может не быть претензий оппозиционного якобы кандидата, когда людей сбивают на площадях, когда погиб человек? Как не может быть претензий? Почему наш народ молчит? Почему наш народ не объединяется? Почему не выходит сейчас на площади? Почему можно вот так самих себя обманывать? До каких пор мы будем жить с этим синдромом выученной беспомощности, идти на эти избирательные участки и позволять себя обманывать один за другим, один за другим в электоральном периоде? Вы посмотрите, что сделали снова. Это сделали вот эти люди модные, красивые, изображающие конструктивную оппозицию и так далее. Это сделали Нурланы Турихановы, Еркены Иргалиевы, Касановы и прочие люди, которые тащили у людей на избирательные участки. Мы знали, что будет обман, и мы не вышли на площади, потому что показали путь гораздо проще и легче. И что сейчас происходит? Огромная часть людей стоит на площадях, стоит и борется с этим режимом, ожидая поддержки от нашего народа, ожидая, что наш народ присоединится к ним. Понимая, что надо справляться всем вместе, люди уже умирают, вы понимаете, там женщины, они борются. Туда идут люди, несут еду и напитки, наши флаги несут, поют наши гимны. Послушайте Майгуль Садыкову, одна, но стоит там и поет наш гимн. Почему мы сидим, почему мы не выходим? Друзья, люди, я прошу, я заклинаю, выходите на площади. Это наш шанс сегодня. Во всех городах сидят наблюдатели. Все эти преступления уже зафиксированы, они уже зафиксированы всем миром. Весь мир видит, не будем позориться, давайте не будем позориться. Весь мир видит, как нас обманывают. Выходите, я заклинаю вас, выходите. Я уже не знаю, какими словами это говорить, но мы же видим, что происходит обман. Я хочу сообщить вам, Алматы полностью восстанавливаются и идут на площади. Я хочу сообщить, что люди полны решимости, и они сейчас обращаются к нам. К нам идут десятки, сотни сообщений, видеосообщений о том, что в Алматы продолжают на площадь возвращаться и возвращаться люди. Идет одна волна за другой. Несмотря на то, что их вытесняют, они продолжают удерживаться там. Ваша поддержка необходима, решается судьба страны, необходима поддержка ваша. Мужчины, пожалуйста, выходите, не сидите в социальных сетях, вас уже обманули, результаты выборов уже скоро озвучат. Пожалуйста, перестаньте верить в этот обман. Наши люди сейчас на площадях ждут вашей поддержки. Сегодня практически все города Казахстана вышли на площади. Алматы и Астана героически стоят, надо поддержать. Или мы народ, или мы будем бороться за эту власть, или мы будем сдавать ее просто так. Сдавать бессильно, сдавать как последние трусы. Я еще раз и еще раз говорю, никто не разошелся. Как могут, удерживают. И вы возвращайтесь. Те, кто ушел, возвращайтесь. Те, кто еще не выходил, идите на площади. Нужно быть на площадях сейчас, не нужно быть в социальных сетях. Только на площадях можно решить судьбу страны, больше нигде ее не решить. Мы будем выходить в эфир еще и еще раз. Я прошу давать информацию активно, кто располагает информацией о человеке, которого убили в Астане. Пожалуйста, дайте эту информацию. Наши СМИ молчат. Нужна информация, чтобы понимать полную картину. В РОВД сидят тысячи и тысячи наших людей. Их отпускают, они возвращаются. Народ борется, ожесточенно сопротивляется. Поддержите свой народ, поддержите, пожалуйста. Не сидите в социальных сетях. Я призываю сейчас весь народ Казахстана. Выходите. Это наш с вами шанс. Идет захват власти. Мы должны это остановить. Мы 30 лет терпели этот режим. Если мы сейчас допустим этот захват, нам терпеть монархический строй, нам терпеть унижение, позор и насилие еще долгие-долгие годы. Так будут жить наши дети. И мы это можем остановить сегодня. Мы обязаны это остановить сейчас. Мы обязаны сейчас подняться и выйти на наши площади. Друзья, сообщайте нам информацию, если вы располагаете этой информацией. Это очень важно. И я сейчас вам еще раз сообщаю, в Алматы более 500 человек стоит на площади. Они разрознены, их оттеснили, но они ждут нашей поддержки. Астана тоже стоит. Возвращайтесь, кто ушел. Присоединяйтесь, тот, кто еще не вышел. Алга, Казахстан.